За тобой, синий птицы, упаду с небес, тенью давай весниться. Проблемы со зрением не мешают ей заниматься любимым делом. Дарья Уступалова верит в особую целительную энергию музыки, поэтому в ее репертуаре в основном все песни о любви. В этот раз Дарья выбрала композицию «На семи ветрах». Говорит, песня очень жизнеутверждающая, как раз для благотворительного концерта. Я считаю, что она очень подходит, она такая зажигательная, ну и про любовь. Я очень, ну, основная тема моего творчества – это все-таки песни о любви. Музыканты Артур Бушманов и Дмитрий Жильцов этот выбор одобряют, но и делают замечания. Номер не проработан, для полноценного выступления нужны костюмы. У Дарьи есть неделя, чтобы все продумать. Тем временем на сцене уже ждут следующих артистов. Четких, грамотных, а также поставленных номеров. Если они не поставлены пока, мы будем советовать, чтобы они дошли и довели их до ума, эти артисты. Это прослушивание предварительное. Сегодня отбирают артистов, которые выступят на благотворительном концерте «Я помогаю» два. Музыканты и журналисты собирают средства для помощи Алене Дубровиной. Девочка пережила две клинические смерти, теперь она не может двигаться. Ей нужны пара для удаления слизи из легких и новое инвалидное кресло. Ради того, чтобы набрать нужную сумму, организаторы разработали специальную программу, в которую войдет около 30 концертных номеров. Вокальные, танцевальные, оригинальный жанр, рок-группы, просто исполнители эстрадные. То есть всем сестрам по серьгам. Ради помощи малышки стараются и музыканты группы «Высокое напряжение». На сцене они всего два года, каждый из них параллельно играет в других коллективах. Старшеклассники предпочитают каверы знаменитых композиций. В прошлом году на благотворительном концерте «Я помогаю» они играли «Металлику». Сегодня звучат песни группы «Секреты» и «Роллинг Стоунс». Организаторы посмотрели номера и выбрали лучшие из программы. Музыканты «Высокого напряжения» определились. Будем играть кавер на группу «Секрет» и кавер на песню «Have you ever since rain». И с каким чувством выйдут на сцену тоже. Девочке 6 лет и все равно маленький возраст надо, чтобы она увидела мир, подросла и наладилась. А этот концерт, который мы собираем, пойдет на благотворительность и, мне кажется, будет нормальное количество средств. Для помощи Алене нужно собрать 130 тысяч рублей. Минимальный благотворительный взнос, то есть цена билета 300 рублей. Концерт пройдет в ДКНТЗ 30 января. По предварительным подсчетам зал уже почти полон. Билеты на «Я помогаю» два расходятся быстро. Да и результаты таких акций впечатляют. В прошлом году для помощи мальчику больному ДЦП журналисты и музыканты собрали около 200 тысяч рублей. Эти деньги передали родителям Игоря Чикинова.